Девушки отдыхают Девушка Ирина Ланских, она учится в Кировском физико-математическом лицее в 11 классе. Ирина сегодня в нашей студии. Ирина, добрый день. Добрый день. Принимаете поздравления. Спасибо. Нас предупредили, что вы такая достаточно скромная барышня, но все-таки мы сегодня будем вас расспрашивать обо всем подробно. Наставник Ирины Вадим Сидоров. Добрый день. Да, добрый день. Можно сразу реплику по поводу наставников. То есть понятно, что когда речь идет об Ирине, правильно говорить об наставниках. И я думаю, что размеров этой студии не хватило для того, что если мы пригласили сюда их всех. Всех, кто вложил что-то туда в плане знаний. То есть я хочу назвать, пользуясь моментом некоторых из них, самых-самых. То есть, во-первых, обратим свой взгляд в сторону физико-математического лицея. Учительница математики Ирина Прокошева Маргарита Анатольевна. Далее, если наш взгляд повернется еще чуть-чуть левее, в сторону Центра дополнительного образования одаренных школьников, то нужно назвать, помимо меня, Лукина Михаила Александровича. А если мы отмотаем еще во времени назад, то многочисленных наставников, прежде всего, Кировской летней многопредметной школы. То есть это Леонид Михайловича Самойлова и Антропова Александра Владимировича. Минута славы. А Игоря Соломоновича Трубанова будем? Не будем. Игорь Соломонович, заместитель директора Центра дополнительного образования одаренных школьников. Не будем, не будем, потому что я прямо с Ириной не работал, кружок у нее не вел. Может, как-то опосредованно, но очень-очень длинная цепочка. Ну, надо сказать, что Игорь Соломонович позвонил мне буквально в выходные и сказал, Светлана, вы представляете, что произошло? Это же просто, это же великолепно. Радость неподдельная звучала в голосе Игоря Соломоновича. И я в понедельник пришла просто к Олегам и говорю, ребята, случилась какая-то замечательная совершенно вещь. Игорь Соломонович, мы должны об этом обязательно рассказать. Это за Европейская математическая олимпиада. Но прежде чем она расскажет, я все-таки хочу спросить у Вадима Сидорова, почему это она для девушек только? В 1911 году был провозглашен Международный женский день. Случилось это, как мы помним, 8 марта. Спустя 100 лет, то есть в 2011 году было оглашено намерение на проходившей Международной математической олимпиаде о том, что быть отдельной олимпиаде европейской для девочек. Эта мысль появилась после того, как, прежде всего, британцы повернули голову на восток, поняли, что есть китайская олимпиада для девочек. И сказали, почему бы нам такое не устроить, для того, чтобы как можно больше даже не девочек, а девушек занималась математикой. И в 2012 году, естественно, в Британии прошла первая такая олимпиада. То есть в этом году была уже легко посчитать седьмая олимпиада. Зачем девочкам математика тогда? Следующий вопрос. Давай следующий вопрос. Пускай сейчас Ирина нам расскажет про эту олимпиаду и как вообще все происходило. Что конкретно? Что конкретно? Как вы туда приехали? Когда вы о ней узнали? Готовились ли вы к ней? Кого вы там встретили? Узнала я о ней давно по результатам нашей сборной в каких-то годах. Приехали на самолете. Я к ней готовилась, отрешивала предыдущие годы. Сколько лет подготовка заняла? А, неделю. Нет, я имею в виду, когда углублённое началось изучение предмета? Ну, я сильно начала заниматься где-то с седьмого класса, а в ЦДО уже пошла с пятого. А, сейчас одиннадцатый класс у нас, да? Да. Расскажите нам конкретно, пожалуйста, про эту олимпиаду. Где она проходила? Что из себя представляла? Она проходила во Флоренции. Длилось два дня. В каждый день по три задачи. Вот вы приехали во Флоренцию. Вас собирали в России в какую-то группу. Что были за люди? Как вы знакомились? А, ну, знакомились давно. Но мы вместе принимаем участие в разных олимпиадах. Как нас туда отбирали? Во всероссийских олимпиадах, да? Да. То есть люди, которые полетели во Флоренцию, они друг друга уже знали. Вы в какой-то степени конкуренты, да? С одной стороны коллеги, с другой стороны конкуренты. Нет? Нет, наверное, нет. Дружите уже? Да. Это ребята из каких городов были? Девушки из каких городов? Да. Казань, Найбережные Челны и Санкт-Петербург. А, Татарстан выдал двух участников, да? И Санкт-Петербург. Петербург, там девушка с фамилией Толокно. Да. Вы приехали в Москву? Из Москвы вылетали? Да, из Москвы. Там просто встреча была. Вас не готовили специально? Куда-нибудь водили? Какая-нибудь была представительская встреча? Вам говорили, вы защитите там честь и достоинство страны? Нет, такого не было. Просто встретились? Там без глупостей. Да? Так? Просто встретились? У вас были какие-то организаторы? И кто-то с вами еще летел в Фолоренцию? Ну, да, наши сопровождающие. Тим-лидер и депьюти-лидер. А они представляют какую структуру? Тим-лидер уже более-менее понятно, да? Тим-лидер это тот, который проверяет. Ему нельзя тесно с нами общаться во время непосредственно Олимпиады. А депьюти это человек, который всегда рядом с нами, но в случае чего, если что-то случится, и гуляет с нами, ходит. А откуда они эти люди? Какую организацию представляют? Назар Хангельдевич Агаханов. Татарстан. Нет? Ну, сейчас Москва. Долготрудная. Да. А он из какой структуры, из какого учреждения? Фистех. А, Фистех. Фистех. И Инга Александровна. Кто сопровождал? Что такое Фистех? Фистех? Физико-технический институт. Да. Санкт-Петербург. Московский. Московский. Ты так говоришь, Фистех, Володя, как будто ты там всю жизнь учился. Я вот не понимаю, моя задача сегодня задавать вопрос. Я КВН смотрю, там команда Фистеха. А, вот видишь. Значит, Фистех, товарищи, это институт в Москве. Так. Он с вами был, и второй человек? Инга Александровна из СПБ, она ведет там кружок. Из СПБ? Санкт-Петербург. Из университета Санкт-Петербургского? Нет, из матшколы. Математическая школа. Вот два человека, они вас сопровождали на Олимпиаду во Флоренцию. Вы туда прилетели, и что? Где вы жили? В отеле жили. Там все были команды со всего мира, да? Нет, европейская. 51 страна. 51 страна. Да. Почему только европейская? Фактически мировая. Мировая. Фактически. Азия, пожалуйста. Там два зачета было. Там был европейский зачет. Мировый зачет. Вадим. То есть я сегодня специально утром зашел на сайт Олимпиады. Мне стало интересно, как давно наша сборная принимает участие в этой Олимпиаде. В частности, меня заинтересовали результаты прошлого года, потому что в прошлом году никаких сообщений в СМИ почему-то не было. Не до, не после. Да, не до, не после Олимпиады. Выяснилось, что в прошлом году мы там, конечно же, были в Швейцарии, в Цюрихе, заняли третье место, а в позапрошлом году мы были первые на этой Олимпиаде, о чем, естественно, все сообщили. А до этого наша команда, женская сборная Россия, она не принимала участие в подобной Олимпиаде, но с 2012 года такая европейская страна, как Соединенные Штаты Америки, каждый год принимает участие. Это где-то, на карте Европы такая страна? Везде теперь. Япония есть тоже на карте Европы. Да, поэтому каждый год добавляются страны, очень активно, кстати, активный рост числа стран-участниц к этой Олимпиаде. То есть, фактически, это международная Олимпиада. Жаль, конечно, что нет прекрасных представительниц Китая, но они благополучно, если мы посмотрим на состав этой же сборной США, рассеялись по сборным других стран. Я бы сказал, что все-таки китаянки остались в Китае, в сборной США, как во многих других сборных США, нейтрализованные китаянки, которые живут в Штатах. Но оба золота с абсолютным результатом 42, это две китаянки из Штата. Вот на нынешней Олимпиаде. Да, оба золота, которые есть у команды Штата. Ага, оба золота у команды Штата взяли китаянки, нейтрализованные. Окей. Скажите, пожалуйста, 51 страна приняла участие в этой Олимпиаде. Все жили в одном здании? Завтраки совместные, возможно, ужины, обсуждения? Или как это? Раз вы приехали, вас рассеяли так, чтобы никто ни с кем не общался? Нет. С утра до ночи подготовка? Нет, подготовки перед Олимпиадой нет. Как это происходит? Расскажи, это плохо или хорошо? Ну, говорят, что перед Олимпиадой что-то решаете плохо. Надо выспаться. Это в том числе. И забыть вообще, что ты там. Ты уже подготовился. Да. Выдохни и иди на Олимпиаду. Вы жили все вместе или как-то у вас? Ну, все вместе, в одном отеле. Ознакомились быстро с девчонками из других стран? Не со всеми. Там 200 человек. Навели какие-то контакты? Да. С кем быстрее всего получилось? Украина и Белоруссия. Ну, конечно. Братья Восточная Словения. А сильно выступали Украина и Белоруссия? Ну, они там в нормальных местах. Украина пятая, если не ошибаюсь, Белоруссия где-то после десятого. Из 51 страны. Из 51 команда. Вообще там Украина одно золото. И из 16 золотых медалей 7 это бывший Советский Союз. Вот. Вот показатель. Еще есть. Четыре России, одна Украина, один Казахстан и не помню, кто еще. Вот. Может, две Украины, не знаю. Одна. Одна. Кто-то там еще. Да, Вадим. Проявим небольшое внимание к Цефире. Во-первых, по-моему, все-таки 52 страны-участницы. Во-вторых. Вот я тоже смотрю. 52 написано в сообщении ТАСС. Если я, а я не очень внимательно смотрел, но тем не менее. В этом уникальность достижения команды этого года состоит в том, что впервые, по-моему, за всю историю проведения Олимпиады, все четыре участницы, представляющие одну страну, получили золотые медали. Да. Вот. Украинские школьницы заняли первое место в официальном командном зачете на 7-й Европейской математической олимпиаде для девушек. Об этом сообщили в понедельник при службе Миноборнауки 15 апреля во Флоренции. Италия, в скобочках Италия, завершилась 7-я Европейская математическая олимпиада для девушек. Сборная России в составе четырех человек завоевала на состязании четыре золотые медали, заняв первое место в официальном командном зачете. Под две золотые медали получили школьницы из США и Румынии. В США были две китаянки, как нам пояснили уже тут. Уточняется, что золотых медалей на этой олимпиаде удостоены Диана Гайнудинова, Казань, Ирина Ланских, Киров, Элина Телешева, набережные челны Тельшева, Изабелла Толокно, Санкт-Петербург. Всего в 7-й Европейской математической олимпиаде для девушек состязались представительницы 52 стран. Вас поздравляла Ольга Васильева. Когда вы вернулись, вы встречались с ней? Или она просто текст какой-то направила. Это, видимо, текст просто официальный. Глава Минобранауки говорит, мы делаем большие шаги, развивая непрерывное математическое образование в нашей стране для каждого и видим, сколько сильна отечественная математическая школа. Наша сборная показала максимальный результат, завоевав четыре золота. И я поздравляю наших девушек и их тренера Назара Хангельдевича Агаханова с блестящим выступлением на Олимпиаде в Италии, заключила Васильева. Ну, мы, наверное, оставим в стороне тренера. Или тренер большую лепту внес в вашу подготовку к Олимпиаде, Ирина? Ну, ввел сколько-то занятий у меня. Было сколько-то занятий. Окей. Меня интересует, вот Ольга Васильева вас поздравила, власти Кировской области, губернатор или зампред господин Курдюмов, который курирует образование, или министр образования Ольга Рысева. Уже поздравили или еще не успели пока? Я не знаю. Ну, как-то по церемониалу должно быть какое-то поздравление. Я не знаю. Вот по части церемониала мы не специалисты, понимаете? Они вообще об этом знают, как это все происходит? Игорь Соломович, они вообще об этом знают, что вот у нас тут сидит целая чемпионка? Ну, вы знаете, лучше, правильнее, наверное, было бы у них спросить. Но сегодня 17 число, может, еще не успели. Вчера только Тасла общила. Правильнее было бы спросить либо у Рысева, либо у Курдюмова, либо у Васильева. А Михаил Васильевич в курсе? Думаю, да. Михаил Васильевич, безусловно, в курсе. А в курсе ли губернатор, я не знаю. Слушайте, но мы вот это, товарищи, сообщение ТАСС прямо конкретно сегодня перешлем, прямо обещаем после эфира, сразу же перешлем. Вот даже в Фейсбук... Ну, я думал, что на сайте это правительство, оно, скорее всего, есть, они отслеживают такие вещи. Накануне не было. Не было, да. Ну, вот тогда ай. Мы предупредим. Что представляет собой награда, Ирина? Это прямо вот медаль действительно золотая? Ну, медаль не золотая, но в смысле выглядит как золотая. Выглядит как золотая. Большая, тяжелая. А, тяжелая, да. Мы между приездом во Флоренцию и медалью не обозначили, что вообще происходило. Вот Ирина уже начала рассказывать. Вас расселили в отеле, там огромное количество людей. И два дня была, да, Олимпиада. В каждый день по три задачи. Это было утром, это было днем, это было вечером. С 8.30. До? Четыре с половиной часа. Четыре с половиной часа решения. Вас рассаживали как-то поодиночке? Да, поодиночке. В полной тишине. Там большой зал, парты для одного человека, и на каждом есть табличка со стороной и с номером. Это все здесь же, в отеле, да? Да. В конференц-зале, наверное, да? Да. А задания раздавались на бумаге или в электронном виде вы их видели? На бумаге, в двух экземплярах, на английском и русском. А решали вы на русском? Да. Решали на русском. Четыре с половиной часа вы решаете, задаете, уходите. Когда вы узнаете о результатах? Где-то за день перед закрытием точные результаты. А сколько я решила, я, наверное, понимаю сразу. То есть вы всегда уверены, да или нет? Нет. Я знаю, решила я задачу или нет, а как ее оценят, я не знаю. Ну, вы, когда решали, для вас что-то было таким, что поставило вас хоть на какое-то время в тупик? Ну, да, я решила не все. Я не решила там ползадачи в первый день. Времени не хватило? Да, в том числе. А почему задания выдаются на русском или на английском? Это вариативность есть у каждой участницы? По английски, наверное, для всех. По английски это эталонный текст, а дальше обеспечиваются переводы на все языки. Лидеры команд этим занимаются. Переводы на все языки, на которых пишут участники, каждый пишет на своем языке. На этом же языке его работа проверяет. Наставники, объясните, пожалуйста, какого рода задания дают... Простите, можно я еще добавлю? Я хочу сказать, что та же история была и в Советском Союзе. Я очень хорошо помню, как я долго проверял какую-то литовскую работу, написанную по-литовски в середине 70-х. И в конце концов там из минус-плюса получился плюс-минус, а потом на показе он вообще превратился в плюс. А вы литовский-то знали? Ну, нет, конечно. Но я немножко знал математику, поэтому... Ну и потом в литовский там общие корни какие-то с русским есть, что-то там... Какого рода задания даются на таких олимпиадах? Можно каким-то доступным языком сейчас нам рассказать об этом? Давайте попросим Вадима Сидорова, наставника Ирины. Это какого уровня задачи и какие школьники способны с этим справиться? А давайте такой небольшой импровизированный диалог устроим. Вот, Ирен, ты два раза принимала участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Вот сравни, пожалуйста, с уровнем задачи, с уровнем Всероссийской олимпиады заключительного этапа. Вот тебе как кажется, вариант, который был во Флоренции, он как соотносится по уровню сложности? А в середине какого класса мы смотрим? Ну, вот прошлого года. Ну, последние сдачи, они примерно сравнимы, и первые, я думаю, легче. Первые две легче, а последние примерно сопоставимы. Первые две легче на Олимпиаде для девочек? Да. Полегче, чем в Всероссийской олимпиаде. Ну, а последние, я думаю, их можно сравнивать. Ну, то есть как примерно. А почему вы, Игорь Соломонович, уточняете и снова говорите на Олимпиаде для девочек? Ну, потому что я привык говорить для девочек. Я могу говорить для девушек, по-моему, это... А, ну, то есть не имеет значения для девочек или для мальчик, в смысле, по сравнению с Российской, да? Ну, да, нет, я хотел понять, с какой стороны задача проще, с той или с этой. С нашей сложнее получается. Ну, хотя, в общем, понятно, почему с той проще, потому что там нижняя часть участников, конечно, гораздо слабее, чем нижняя часть участников. А что значит нижняя часть участников? Ну, посмотрите на таблицу. Таблица участников? Да, там давали бронзу за две задачи из шести. Значит, то есть там добрая половина участников сделала не больше полутора задач. Ох. Вот, поэтому надо было... Ну, есть много стран, где детей, подготовленных так, чтобы решать, трудная задача, просто нет. А участвовать они хотят. Поэтому, то есть там много людей, которые бы на региональном этапе не очень-то у нас, скажем, выступили в России. Но надо что-то дать, что они сделают. Вот, эта цель почти была достигнута. То есть там чистых нулей мало, по-моему. Правильно, Вадим, я помню? Или все-таки достаточно? Нет, чистых нулей действительно мало. Хоть что-то там. Да, но участниц, которые решили больше двух задач, их на самом деле не так много. Да. Вот, правильно так сказать. Вот, что касается все-таки заданного вопроса, я думаю, что в обычной жизни мы достаточно большое количество задач решаем сопоставимый уровень и даже гораздо более сложных задач. Я прав? В обычной жизни, в смысле, на занятиях. Да, на занятиях, на каких-то других олимпиадах и так далее следует отметить, что вот большинство олимпиад – это, по сути, решение задач на скорость. А есть другой формат математических соревнований, формат математических боев, где принимает участие команда, и для команды выдается вариант, допустим, из десяти задач команда – это шесть человек. И на математических боях зачастую, почти всегда встречаются задачи, которые гораздо сложнее, чем задачи, которые были на этой олимпиаде. Просто в условиях математического боя у участника команды есть возможность потратить все время, отведенное на решение задачи, даже во время боя, на решение какой-то отдельно взятой задачи. Поэтому Ирина, безусловно, имеет опыт решения гораздо более сложных задач. Но понятно, что речь идет о решении задач на скорости, и тут всякие факторы могут сыграть. То есть не всегда качество переходит в количество, то есть не всегда качество участницы воплощается в результат. Но в этом году Ирина молодец, справилась с волнением, думаю, что все-таки она немного волновалась и показала достойный результат. — Когда Вы говорите, что мы решаем на олимпиадах наши ребята и в Кирове, и в области, и на всероссийских олимпиадах задачи, которые и сложнее, и, может быть, даже на порядок сложнее, это значит, что у нас не одна Ирина в запасе, есть камейка запасных. А как тогда осуществлялся отбор на эту конкретную олимпиаду? — Ну, давайте, вот Ирина, думаю, об этом сможет рассказать, она в курсе, как формировалась команда «Иринт-Мош». — Сборная российская, да? — Да. — Почему Вы, Ирина? — По результатам предыдущих олимпиад всероссийских. — По результатам всероссийских олимпиад. — Ну, насколько я в курсе, то есть две участницы отбора в этом году не проходили, это Изабелла и Ирина, а две другие участницы, они принимали участие в специально организованном отборе, то есть количество претенденток было достаточно большим, я сейчас цифры не вспомню. — Ну, где-то порядка шести-семь. — Да, кстати, отмечу, что Диана, Ирина и Ирина, они не просто давно знакомы, они очень большое количество времени учились в одной учебной группе в Кировской летней многопометной школе. Поэтому, да. — А как поддерживать и связь друг с другом? — Сейчас, можно я добавлю по поводу отбора, значит, дело в том, что Ирина с Вадимом тут скромно умалчивает, но у Ирины есть еще золотая медаль на Китайской олимпиаде для девочек. — Китайская математическая олимпиада для девочек. — Да, это единственная золотая медаль, которую получили там наши девочки. Ну и после того, как она эту медаль получила, пять задач, по-моему, из скольки? — Восьми. — Из восьми. — Почему с таким? — Ну, пять задач там, ну вообще китайцы, они славятся горбовостью своих олимпиад, там очень много народу в Китае. — Что значит горбовостью? — Ну, группа — это трудная задача. — А, да? Сложный уровень был. — Да, значит, и вот пять задач — это очень приличный результат, там это золотая медаль, и после этого вопрос о том, брать ли Ирину, он не стоял. — То есть китайская олимпиада, она такая. — Да, ну и Забеллы там тоже заслуг хватает, хотя конкретно на этой олимпиаде, я не помню, она была или нет? — Нет, не было ее. — На ее там не было. — Но я думаю, что если бы она была, она бы тоже получила золото. То есть в этом раскладе вот Забелла была первая, Ирина вторая, ну и они подтвердили свои рейтинги на этой олимпиаде. А вот кто третий и четвертый номер, вот это и выясняли этим длинным отбором. Ну, выяснили, в общем, нормально выяснили. Но я думаю, что там скамейка есть, там еще три-четыре человека, которые тоже могли бы наступить на очень приличном уровне. — Да, давайте вот у нас все равно тема мальчики-девочки вот как-то эпизодически между слов возникает. — Да, давайте вот еще одна такая ремарочка. Понятно, что и Забелла, и Ирина, они, ну, Забелла до сих пор является кандидатом на общий межнар. А Ирина по результатам зимних сборов ей буквально чуть-чуть не хватило, чтобы продолжить участие в этом отборе. То есть я хочу сказать, что те девочки, которые поехали на эту олимпиаду, они на самом деле по силам сопоставим с теми мальчиками, которыми наша страна обладает, и, надеемся, в этом июле месяце будет еще сильнее гордиться. Вот, то есть девочки, мальчики, тут, наверное, не совсем корректно, то есть сильные участницы, которые вполне конкурентны с мальчиками, и большинство мальчиков они обрешивают. — Обходят. — Обходят. — Молодцы. — Со свистом просто, да. — Отлично. — Реклама у нас в середине часа должна сейчас быть, она будет. — Ирина Ланских, победительница 7-й Европейской математической олимпиады для девушек, ученица физмата, 11-й класс, Вадим Сидоров, наставник, один из наставников, да, вернее, методист математического отделения Центра дополнительного образования «Одаренных школьников», руководитель городского математического кружка Игорь Рубанов, замдиректора Центра. — Давайте мы расскажем тогда всё-таки про ситуацию в городе Кирове, про работу и физико-математического лица, и Центра дополнительного образования «Одаренных школьников». Можем мы, Игорь Соломонович, говорить, что в нашем городе сильная математическая школа? — Ну, в общем, можем, я думаю. Хотя вот в последнее... Было время, когда она была, наверное, самая сильная в провинции. Сейчас это не так. Сейчас, я думаю, самая сильная школа в Татарстане. Вот. Ну, успехи лучше наших, пожалуй, и у Удмуртии тоже. Но, в принципе, мы в топе находимся. — А с чем это связано, что Татарстан и Удмуртия вырвались в лидеры в Привовском федеральном укропе? — Ну, вообще, мы ведь не на русистых гонках. Я очень рад за ребят в Татарстане, потому что там было много сильных математиков, и работы с детьми не было. А потом появились люди, которые стали всерьез заниматься. Ну, вот, кроме Любови Владимировны Баевой, которая в Набережных Челнах очень много лет этим занимается, и Челны обыгрывали Казань много лет подряд. Вот. В Казани появились люди, вот, Мила Лазарева, Леша Русаков, Вадим Шурыгин, Руслан Ефремов. Вот. Они вот и подняли все это, понимаете? То есть, на самом деле, я еще раз скажу то, что много раз говорил уже в разных местах, что успех работы зависит ровно от одного. Есть энтузиасты талантливые, которые хотят работать и могут, или их нет. Деньги, вливая и не вливая, это не очень помогает. А вот наличие энтузиастов, это вот такие дела. Так что в Кирове, слава Богу, они есть. Вот Вадим тут у нас вырос в организатора хорошего, что приятно, потому что мне-то рано или поздно придется уйти на покой. И очень хорошо, что остаются люди, которые это дело продолжают, но при личном уровне очень. Вот. Поэтому, да, можно сказать, что у нас сильная школа, и физмат лицея у нас тоже очень хорошо. Я не зря задаю этот вопрос, вы практически, да, сразу же поняли и ответили на него. Очень важно понимать, вырастает ли смена, да, вот когда мы говорим о том, что школа развивается, школу нужно поддерживать, сохранять эту школу, или она будет двигаться семимильными шагами. Потому что, наверное, да, наверное, вы правы, там, в любые вливания ничего не сделают, никакое современное оборудование ничего не решит, если не будет людей. Откуда эти люди приходят, с каким образованием наставники вот наших чемпионов сейчас? Давайте попытаем Вадима Сидорова. Вадим, вы какой путь прошли? — Начинал я, как и все, наверное, начинают. То есть я начинал в качестве ассистента, руководителя кружка. — А, нет, погодите. — Чуть-чуть пораньше. Вы выпускник физмата? — Нет, я не выпускник физмата. То есть в математику я пришел достаточно поздно, совсем поздно. То есть у меня не было возможности. Но вот опять же, да, одна из целей Олимпиад — это выявление. То есть я, будучи школьником... — А в какой школе учились? — Я сам не из Кирова, то есть я сам из глубокой, более глубокой провинции, чем Киров. Это Лузский район, село Учка. Соответственно, если брать базовое основное образование, то есть никакого профильного математического образования у меня не было. Просто после того, как я поступил еще на тот достаточно хороший математический факультет нашего бывшего пединститута. — Когда Игорь Соломонович там работал, да? — Да, когда еще Игорь Соломонович работал. Когда очень много хороших людей были живы, здоровы, работали. Яков Петрович, Панарин, многие другие очень известные люди. То есть была хорошая обстановка. И благодаря Ирине Исаковне Подгорной и Игорю Соломоновичу... То есть Игорь Соломонович меня как-то заметил, пригласил в качестве... — И в группу сходя благословил. — Так, Державина не будем вспоминать. Заметил, то есть я поехал в Кировскую летнюю мгодопринентную школу. То есть был ассистентом у Константина Александровича Кнопа. Это очень известный математик из Санкт-Петербурга. И на протяжении многих и многих лет и до сих пор повышаю свою квалификацию. Понятно, что самый лучший способ повышения квалификации — это работа с сильными школьниками. То есть работа со школьниками, практика, потому что они главные мотиваторы, они главные ориентиры. Потому что ты можешь что-то делать, но какой главный показатель того, что ты делаешь это правильно? — Почти всегда это результат. И, соответственно, если результата нет, нужно всегда задуматься о том, правильно ли ты это делаешь, правильно ли ты это, как это будешь делать в будущем и так далее. Безусловно, вот сейчас работа в Центре дополнительного образования одарённых школьников. То есть у нас есть, создано прекрасное условие, к нам приходят школьники со всего города. То есть мы начинаем с ними заниматься в текущих реалиях уже даже с четвёртого класса. Очень много желающих позаниматься. И образуются вот эти группы по интересам, кружки профи. То есть дети, которые поняли, что математика им очень близка, им очень нравится заниматься, мы начинаем с ними заниматься уже более углублённо. Таких школьников достаточно много. Отмечу, что нынешняя параллель 11 класса, она, безусловно, уникальна тем, что... — Физмате. — Да, физмате, что практически весь состав группы профи нынешнего созыва, да, за исключением одного человека, Ильи Кащеева, они все учатся в одном классе, они одноклассники. Вот, то есть это очень-очень удобно, потому что когда мы на какое-нибудь соревнование уезжаем, уезжают сразу полкласса. — Ирина, ну это всё время вместе, наверное, скучно становится однажды, нет? — Нет, не становится. — С математиками интересно вообще? — Да. — Вот, кружок очень сильный, дети очень сильные. Есть, во-первых, внутри кружка конкуренция, да, за место под солнцем, то есть на какое-нибудь выездное мероприятие едем, то есть в команде в основной первые шесть человек, это всегда как-то мотивирует. Вот, плюс они очень много между собой общаются, кто какую-нибудь задачку решил, выходя с Олимпиады, а ты не решил, вот такое, да, а я-то решила. То есть такие диалоги, они постоянно регулярно случаются, это здорово. — Понятен, понятен, понятен. — Интересно такое, да, интересно такое слово. — Давайте о будущем таких ребят поговорим, да? — Да, конечно. — Давайте сейчас мы спросим Ирину, куда она собирается дальше и как она будет применять свои таланты, а потом я все-таки попрошу Игоря Соломоновича там проанализировать, куда могут пойти ребята там дальше, каким путем пойти. Давайте сначала с Ириной. — Да, одиннадцатый класс. — Да, одиннадцатый класс. Хочу поступать в высшую школу экономики на матфак и посмотреть, что такое наука, математика. — Хочу... Ой, простите, прервал. Продолжайте, продолжайте. — А что? — Нет. — Наука, математика. То есть вы хотите стать ученым? — Нет, я хочу посмотреть, что это такое. — Как долго смотреть собираетесь? — Пока я не пойму, что мне надо. — Вы хотите поступать или вы уже, можно сказать, уже одной ногой там или какой-то? — Так можно сказать. — А вот, интересно, то есть ваша ли деятельность в Олимпиадах, она гарантирует поступление в высшую школу экономики уже сейчас? — Ну, приятного... — Вообще, ЕГЭ-то надо еще сдавать или уже можно не сдавать? — По-русскому надо сдать, чтобы... — Для порядку. — Ну, чтобы на зачет, вот. — Ага. — Да, гарантирует. Призерство во Всероссийской Олимпиаде дает поступление. — Без экзамена. — То есть место у вас там уже есть. — То есть пока что математика в высшей школе экономики, и посмотрите, куда дальше будете двигаться. Определенного какого-то там своего прикладного применения еще пока не видите. — Да, мне нравится как бы то, чем я сейчас занимаюсь. — А, кстати, потом, будучи студентом, есть возможность уже в Олимпиадах участвовать? — А зачем? — Нет? Или все уже? — Там другое что-то, наверное, начинается. Я просто можно сейчас, Игорь Соломович, простите? — Я считал, что и ваша реплика тоже очень правильная. Но есть Олимпиады для студентов, но они не играют такую большую роль. — Я просто вспоминаю профессор автономов, когда приезжал сюда в сентябре месяце. Высшая школа экономики, наверное, ведь, да? Насколько я помню. — Ну, у них юбилей был у Кэпла. — Как раз, да. — Скорее всего, где-то рядом. И математика, и ему задавали вопрос, потому что там ребята собирались из Кэпла, из физмата, ВГГ, Клёна и других школ, и задавали как раз вопрос. Меня интересует математика как наука, но я хочу понять, как дальше-то я буду жить. То есть вот я хочу стать учёным, но что меня ещё ждёт, где я смогу приложить свои силы? И вот здесь профессор автономов сказал, что это большая, товарищи, проблема сейчас в стране. То есть да, ещё есть учёные, да, ещё есть очень сильная математика, но как дальше ваши способности будут применяться и использоваться? Вот это большой вопрос. Он обсуждается как-то, Игорь Соломонович? Вы когда вот ребят с ребятами наверняка ведь профориентацией занимаетесь? Можно я скажу, значит, насчёт профориентации. У меня весьма скептическое отношение к этому термину, потому что всегда я не понимаю, насколько это агитация, а насколько это принуждение. Я всякое видел, в том числе и то, что в Советском Союзе под этим понималось. Вот, там мне не нравилось то, что под этим понималось. Ну, а что касается профориентации, я считаю, что мы обязаны дать возможность человеку испытать самые разные вещи в надежде, что этот человек сам потом выберет. То есть это его ответственность. И мне не близка вот та идея, например, что надо там отслеживать всех детей, всю жизнь, как они там будут. Я, во-первых, не понимаю, как это делать. Во-вторых, я не понимаю, как со свободой воли всё это соотносится. — Игорь Соломонович, не трогайте микрофон. — Извините, эти сомнения я много где высказывал, на самых разных уровнях. Поэтому я считаю, что когда человек вышел за пределы нашей системы, а дальше он сам за себя отвечает. А наша задача — мы первая или вторая ступень. Первая ступень школы, наверное, этой ракеты. Вторая ступень — мы, а дальше человек сам летит и смотрит. И Ира вот очень верно сказала, что она должна посмотреть. И сколько она будет смотреть? Ну, вы же знаете судьбы самых разных людей, которые работали, ну, вот Горький, например, кем он только не был. Или другие скитальцы. Пока они там себя не нашли, понимаете. Это счастье, когда люди себя находят в раннем возрасте. Что я, скажем, с шестого класса знал, что я хочу быть математиком. Что я хочу быть преподавателем, я осознал гораздо позже. Но все-таки это выбор человека, и наша задача — дать ему возможность. Вот. Где учиться? Есть разные места. Выбор Ирины я всячески одобряю. Это очень хороший выбор. Я уже говорил, что это самый сильный, на мой взгляд, личный факультет сейчас. Можно долго говорить почему. По математике именно в стране вы имеете. Да, можно долго говорить почему, но если коротко, для тех, кто понимает, это продолжение независимого университета с попыткой избавиться от его недостатков в виде слабого внимания к судьбе студентов. Но, в принципе, независимый университет, скажем, к Мехмату относится так, как математический кружок к профильной школе. То есть там уровень гораздо выше. Вот. Есть физтех, вот факультет, на котором работает уважаемый мной весьма профессор Игородский, допустим. Как он там называется? Факультет математики и процессов управления или что-то в этом роде. Вот. Ну, есть Мехмат, который еще не совсем слабый, Московский университет. Это есть Санкт-Петербургский университет, в котором вот филсовский лауреат Станислав Смирнов поставил весьма масштабный эксперимент по созданию бакалавриата вот по своим лекалам. То есть есть где учиться? Есть. И образование вот на этой ступени, которую можно условно назвать бакалавриатом, математическое образование, и сейчас в России, в общем, вполне в порядке. Причем есть вещи, которые тут лучше устроены. Их, скажем, отношение к студенту там вот в той же вышке. Ну и в той же вышке, скажем, человек, который два курса проучился и понял, что математика из него не выйдет, может на экономику пойти и стать блестящим экономистом в результате. Вот. Понимаете? Несколько секунд, вернее, у нас уже совсем уже времени. А вот дальше, дальше там уже человек должен выбирать. И во многих случаях это именно зарубежные какие-то улыбки, где спектр специалистов гораздо больше. Но если он приведет к статусу Смирнову, то и здесь можно вполне стать очень хорошим математиком. Извините, что за это немножко... Спасибо. Интересный разговор. Еще раз поздравляю Ирину Ланских с победой. Уверена, что правительство уже знает, но если что, я уже тут написала, передала напрямую, так сказать, информацию. И надеюсь, что не останется без внимания. Это замечательная, на мой взгляд, совершенно победа. Поздравляем Ирину Ланских, победительницу седьмого Европейской математической олимпиады для девушек. И благодарим Вадима Ситарова, ее наставника, Игоря Соломоновича Рубанова. И Михаила Букина, ее наставника. И Маргариту Анатольевну. Всех причастных, и родителей, и друзей, и родственников, всех причастных к судьбе этой замечательной девушки. Ну и намекнем слегка правительству, что вообще-то и отметить бы как-то Ирину было не вредно. А мы тут при этом и занимались. Открытым текстом намекнем. И вслух в эфире, и через интернет. Дневной разворот завершен. Через 20 минут будет программа «Особое мнение», которую проведу я. И ко мне придет Кирилл Писный. Это новый руководитель регионального отделения партии ЛДПР в Кировской области. «Особое мнение»